Соревнования по военно-прикладным видам спорта всё больше завоевывают популярность в Славянском районе. Задолго до призыва в ряды Вооружённых сил России будущие защитники Отечества начинают готовиться к этому важному событию. И самое главное, что если есть желание окрепнуть физически и освоить основы военного дела, то всё обязательно получится. Комбинированная военизированная эстафета «Марш-бросок», организованная детско-юношеским центром дополнительного образования «Патриот», прошла в спорткомплексе «Олимпиад» Славянска-на-Кубани. 21 команда из школ Славянского района приняла участие в этих интересных соревнованиях. В их программе были переноска раненого, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение его магазина, бег в противогазе и другие испытания. Ребята уже многое умеют. Выступаем уже не на первых соревнованиях. Многие из них уже побывали в детском оздоровительном центре «Смена» в СУКО. И, в общем-то, показали себя не худшей стороны, скажем. Конечно, чемпиона мы пока еще не подготовили, слишком мы еще молоды. Но думаю, что в завершении этого года результаты у нас будут намного выше. Для участников состязания это отличная школа воспитания характера и укрепления физической формы. Мы готовились довольно хорошо, были тренировки проходили, но было немного сложновато. Но в целом я довольна тем, что мы прошли эти соревнования полностью. Мы приехали сюда, чтобы победить. Ну, не только победить, главное не победа, а участие. Я очень довольна своей командой. Мы пробежали. Я считаю, мы показали лучший результат. Хочу всем своим ребятам сказать большое спасибо. Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки. Ни один из видов состязаний не поставил ребят в тупик. Они, конечно, очень старались и действовали в полную силу. По итогам соревнований победила команда из 29-й школы Станицы Петровской. На втором месте черноярковцы из 48-й школы. И замыкают тройку призеров представители Славянской 16-й школы. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.